Здравствуйте, дорогие зрители проекта Воигра! Сегодня мы кратко поговорим, что такое Тубишват, как его празднуют, как раньше праздновали. Начнём с того, что Тубишват — это Новый год деревьев. Есть ещё такое мнение, что в Новый год деревья судят, как и есть Новый год человеческий, Роша-Шана, когда судится всё человечество. В Новый год деревьев Тубишват Всевышний судит деревья. Как он это делает? Он определяет, сколько плодов принесёт это дерево в Новом году. Как и в Роша-Шана, Всевышний определяет, сколько мы заработаем, сколько мы потратим, наши доходы и наши расходы, так и в Тубишват. Итак, вы спросите, как раньше праздновали Тубишват? Поскольку раньше был храм, то все люди и хозяева своих полей приносили в храм раз в год бикурим. Бикурим — это первые плоды, которые человек видел у себя на деревьях. Что это значит? Представьте, вы посадили апельсин, дерево, и вы ждёте, когда-когда там что-то появится, и одним прекрасным утром вы выходите, и вы видите, что появились маленькие апельсинчики, и вы так счастливы, вы так счастливы, вы рады, что наконец-то появились эти плоды, и вы хотите эти плоды как-то обозначить. Потому что в храм мы должны были принести вот эти самые первые плоды. Но когда появятся другие, мы можем потерять вот эти первые плоды, которые появились, самые-самые первые. Тогда нужно их как-то выделить из всех плодов, которых ещё нет, но они появятся. Тогда хозяин этого дерева, например, вы, которые посадили апельсинку, берёте красную ниточку, перевязываете эти первые плоды, конечно, вы ими восторгаетесь, и говорите, какой вы молодец, что выросла эта апельсинка. Вы перевязываете эту апельсинку и ждёте, когда оно созреет. Теперь, когда плод созревает, эти первые плоды бикурим несут в храм для того, чтобы отдать Всевышнему. Более того, здесь есть несколько условий. Нужно стараться выбирать самый лучший красивый плод для того, чтобы принести его Всевышнему. Нет, а оно это похуже, поэтому можно отдать. Нет, так не пойдёт. Для Всевышнего нужно стараться дать самое-самое хорошее. Так как мы хотим дать, например, нашим родителям самое хорошее, так и для Всевышнего нужно это сделать. Более того, эти плоды нужно было приносить целиком. Нельзя было принести сок, например, гранатовый, сказать, ну это с первых плодов. Нет, нужно именно принести целый плод. Теперь вы скажете, но раньше, когда люди жили далеко от храма, например, идти там неделю, три дня, как мне принести плод Всевышнему свежий и хороший? Люди, которые жили далеко от храма, они приносили там сухие плоды, кто какие мог. Например, из винограда появляется изюм, да, потом делается там какие-то сухофрукты, потому что они живут далеко. Теперь мы уже сказали, как это, как Тубишват праздновался раньше во времена храма. Скажите, а сейчас, когда у нас нет храма, как мы можем отпраздновать Тубишват? Как? Поскольку нет храма. Более того, я не владелец поля, я не сажаю деревья, да? Как мне сделать приятное Всевышнему? Теперь, поскольку сейчас нет храма, то мы своими молитвами и благословениями приносим подарки для Всевышнего. Кстати, это можно прекрасно посмотреть на примере молитвы Шахарит, утренняя молитва, Минха, дневная молитва, и Маариф, это вечерняя молитва, да? Это три молитвы, которые раньше, в течение дня, утром, в обед и вечером, мы приносили подарки Всевышнему. Так и сейчас, вместо подарков, потому что нет храма, мы приносим наши молитвы и благословения. Так и сейчас, в Тубишват, праздник Новый Год деревьев. Мы не приносим бикурим плоды в храм, мы приносим благословения для Всевышнего. Теперь, как мы празднуем Тубишват? Во-первых, есть обычай ставить на стол плоды, которыми славится земля Израиля. Семь плодов, такие как финики, гранаты, инжир, оливки, в общем, семь плодов Израиля, которыми она славится, благословлять и кушать. И есть особая традиция брать какой-то плод, который мы не ели в течение года, например, пассифлору или папайю, или мандаринку, может быть, кто-то не ел целый год. Принято, что в Тубишват в этот Новый Год мы берем какой-то новый плод и говорим особое благословение, которое просто так нельзя сказать. Это благословение мы говорим «Спасибо тебе, Всевышний Владыка Вселенной, за то, что ты дал мне дожить до этого момента, за то, что я наконец-то могу попробовать этот плод». Это благословение Шейхияну выделяет и делает этот день праздничный особенным. Так вот, Тубишват, Тубишват, Туби на иврите, значит, 15. Тубишват так и называется, 15-е Швата. Это Новый Год деревьев. Я уже сказала, почему мы это празднуем, как праздновалось во времена храма, как мы празднуем сейчас. Теперь Тубишват, он будет через два дня, если я не ошибаюсь, точно в четверг. И, пожалуйста, пусть у каждого из нас получится поставить лучшие плоды на стол, благословить их и сказать Всевышнему спасибо за то, что у нас есть. И завершая наш с вами эфир, хочется немножко сказать о том, что кто бы что ни говорил, а мы с вами очень схожи, можно нас, людей, сравнить с деревьем. Есть корни, это потомки, есть наши предки, наши родители. Это корни, которые очень крепко нас держат, которые дали нам вырасти, дали нам какую-то основу. Это наши родители, наши предки. И мы растем. Есть ствол, это наш стержень, наш характер, наша сила. Есть ветки и наши плоды красивые, которые мы можем дать. Это все возможно только если мы наше дерево удобряем, поливаем его, ухаживаем за ним, не позволяем никому срывать ветки. Мы, как деревья, да, мы должны ухаживать за собой, удобрять себя, хвалить себя, развиваться, расти. Кому нужно давать тень своими ветками, кому нужно помогать. И, конечно же, когда мы будем ухаживать за собой, то вот эти вот вкусные, ароматные, сочные плоды мы не только сами получим, но мы и сможем делиться ними с другими. И пусть у нас у всех будет это получаться, без раташем с Божьей помощью. Вот так вот вы сегодня узнали про Новый год деревьев, Тубишват, который мы будем праздновать через два дня. Как праздновать, я уже говорила в середине данного ролика. Вот. Всем хак, саме, хорошего вечера. Пока-пока.